Вот было последнее, самое мощное, когда готовился весь мир. Ну, по крайней мере, тот мир, который посвящен мир интернета. Все ожидали, что это будет декабрь 2012 года. Я накануне сказал, что не произойдет никаких событий, связанных с концом света. И в святых источниках классики что нам пишут? Классики нам пишут то, что мы не узнаем о том, когда это будет. Наверное, в этом есть смысл. О том, что мы должны жить и развиваться, независимо от того, существует угроза или не существует. А другое дело, как мы будем развиваться? На мой взгляд, наше развитие не совсем верно. То, что предсказывали в последнее время различные землетрясения и так далее, это предсказание имеет более тактический характер, нежели стратегический. Землю периодически трясет, и землетрясения связаны со многими природными явлениями. Ну, просто в этом году были солнечные затмения и лунные затмения. Во время этих затмений меняется локальная гравитация, и за счет изменений происходит землетрясение. Но они не такие угрожающие, как говорят, я не знаю, откуда взяли этого профессора и профессора Леона действительности. Я более подозреваю, что это, ну, может быть, некий журналистский ход или так далее, может быть, это некий отвлекающий маневр, да все что угодно. А землетрясения были, есть и будут, потому что земля — это не статичный объект, это объект движений, ну и, соответственно, определенной вибрацией в движении бывает. Продолжение следует...